здравствуйте друзья мы продолжаем курс лекций гешер сегодня мы поговорим о свободе в чем человек свободен в чем человек не свободен начнем с вот в конце тория в сэфер дворим ламет написано в бахарта бахаим то есть мы можем выбрать жизнь то есть у нас есть какой-то выбор не все не написано сверху а мы можем выбирать можем выбирать жизнь часто и в психологии культуре говорят вот вот так вот я такие у меня чувства к этому такое отношение такие мысли но тора нам говорит по-другому там говорит то что мы можем выбирать факт такой то что тору решили дать каким-то другим народом они сказали мы не можем то тору взять мы вот какие-то народы сказали что они любят там убивать любят красть из-за этого они не могут взять то народ израиля сказал на сэвани шма мы будем делать и потом понимать и вот они поняли то что с этим инструментом человек по факту он выше своих инстинктов выше своих порывов и он может выбирать свои мысли эмоции и так далее то есть у него есть выбор выбрать жизнь аж во первых о вот этих аксиомах разложим это чуть-чуть и может быть как то посмотрим как это делать в этой лекции чуть-чуть дадим примеры этому делу ну во первых часто психология говорит он смотрит на людей которых есть какие-то обстоятельства как на жертв ситуации но тора говорит нам приводит совершенно другие и история пример 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 номер один еврейский народ который выжил и можно сказать и сейчас уже процветает несмотря на то что тысячи лет были гонения и так далее если это посмотреть с теории травмы ну даже нескольких поколений мы бы не выжили другой пример это йосеф вам на хочу напомнить то что в книге торе напились история про сфа который в конце концов стал королем сказать зам директором фараона но это шутка конечно он родился в семье где его братья не любили они пытались его убить конце концов кинули в яму потом продали в рабстве братстве там тоже у него были не 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 сладко после этого он попал в тюрьму после этого он как-то сумел стать королем смог простить смог создать модерную экономическую систему и так далее то есть если смотреть на обычную теорию про жертв каких-то жизненных обстоятельств и то что люди из этого очень тяжело выходит но это это по факту не так есть кому интересно психологии тоже термин которая называется post-traumatic growth то есть рост которые происходят после травмы там есть какая-то какое-то окно через которое может быть громадный рост так мы растем у нас обычно жизни не линеарная вверх или ровно или вниз а как-то вот так вот так какими-то волнами есть день-ночь есть лето и зима есть биение сердца и как-то это все идет какими-то какими-то такими паттернами так что не надо строить из себя жертву потому что это иногда тяжело но это не продуктивно совершенно и это очень опасно особенно это нужно сказать то что в западной культуре в американской культуре это сейчас вообще очень восхваляется самые бедные люди они становятся героями и с помощью этого них есть возможность делать самые аморальные поступки потому что жертве можно все и но вместе с этим нужно сказать что лучше туда не ходить это очень очень тяжелая история когда человек начинает думать то что он не виноват то что это кто-то и так далее это очень очень тяжелый какой-то путь из которого очень тяжело выйти и к сожалению этому обучают и это приветствует западная культура если кто-то хочет это обсудить пожалуйста пишите говорите и так далее в нашем телеграм-канале который внизу также насчет вопросов так далее пожалуйста пишите как можно из этого выйти во первых есть несколько мисконцепций одна мисконцепция такая то что человек понимает то что он как-то ограничен физически или какими-то жизненными историями из-за этого сразу же это равно жертва то есть человек родился не в той семье не стать тем достатком происходили какие-то жизненные ситуации это значит что он жертва потому что у него есть какие-то внешние ограничения но эта концепция она совершенно неправильная потому что у любого человека есть ограничения такие или другие есть 1 1 безграничный это только всевышний у нас у всех есть какие-то ограничения внешне другая сторона это то что внутри внутренний мир человека он полностью безграничен мысль нельзя остановить человек то есть ее можно остановить с помощью смотрения в экраны телефоны можно остановить с помощью разных веществ и так далее но в принципе априори внутренний мир человека который включает мысли эмоции чувства он безграничен и там человек может найти путь к свободе так как и мы это уже говорили дадим пример сейчас из от виктора фрэнкеля вот виктор фрэнкель который основатель логотерапии он если вкратце и очень просто он сказал то что между каким-то внешним импульсом и нашей реакцией там есть промежуток промежуток выбора который мы должны этот промежуток вырабатывать и заслуживать потому что часто или когда у детей это сразу же реакция что-то произошло они сразу же реагируют людей более осознательных осознанных они могут выбирать они смогут смотреть на ситуацию и есть выбор как на это реагировать мысленно как на это наполнять мысли как чувственно на это реагировать и после этого как реагировать действие то есть есть вот там вот этот промежуток и из-за этого человек по факту и с точки зрения тора является свободным он может может выбирать жизнь может выбирать добро вот для это у нас и есть он может еще раз это не такое прыжок с непонимание в полную внутреннюю свободу обычно так это не происходит это должна быть какая-то работа должна быть какая-то тренировка но принт но 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 фактически это так вот из-за этого человек является человеком который может выбирать которые внутри есть свобода как думать выбирать как что думать хорошо и так далее конечно же следующая история это которая может нас ограждать от этого это желание то есть человек не то что он не может прекратить курить или не может вставать рано утром чаще всего он этого недостаточно хочет и тут есть мисконцепция такая что можно поменять желание напрямую и это вот если вы это запомните из этой лекции это будет уже большой плюс что я имею ввиду что желание они меняются или добавляются через молитву это объясняется в каббале как потому что человек если он вот сам захочет там что-то это это часто не происходит но если он молится о своих желаниях вот так вот через всевышнего вот так вот это вот так вот это работает иногда мы это делаем неосознанно мы молимся о том чтобы желать ну но в принципе вот так вот это работает человек мы хотим сказать то что он полностью свободно где находится в действии где находится корень выбора корень выбора находится конечно же в мысле то есть когда человек думает пойду направо или налево или сделаю то или другое и так же чувство находится в мысле а у человека есть полная базовая свобода чем наполнять свои мысли из-за этого и говорится бахарта бахаим и после этого понимаете это очень тяжело когда разные люди с профессии психологии говорят то что люди или как-то есть такое мнение что люди полностью зависимы от своих каких-то эмоций чувств и так далее это дело выбора это дело мысли и выбора иногда это длительный процесс прийти в эту точку когда человек ощущает осознает и потому что надо какую-то дорогу пройти но но это факт то есть мы не управляемся чувствами а чувство управляется нами и с еврейской точки зрения конечно же человек он свободен думать желать все что он хочет есть вот есть свобода выбор но дальше вот подумайте еще об этом большим то святой говорила тоже о том что человек он находится там где он думал то есть вывод из этого что он может выбирать что он думал и этим самым выбирать где он находится если находится тут с собеседником или он думает о чем-то другом и совершенно он тут не находится то есть есть выбор тут тоже конечно же может быть работа если человек привык по 8 часов в сутки находиться в телефоне тогда надо какой-то делать часто процесс убрать это время конечно но для этого тоже нужно желание и тут сейчас самое сложное осознание что что если мы можем выбирать наши мысли то что это значит что то состояние в котором мы находимся сейчас каждый из нас там же где где он садит находится это функция его свободного выбора свободного выбора в мыслях в желаниях в чувствах и все истории про меня убедили на меня надавили меня разозлили они виноваты меня короче все это не очень релевантно потому что со стороны Всевышнего со стороны мы свободны другой факт то что может быть у человека недостаточно знаний было в какой-то момент и тогда на него могли как-то воздействовать еще один момент когда человек как-то поддается своему то что называется злому началу или нефиш беомит да животной душе и может быть даже не знает о чем-то другом но в любом случае на тот момент это был личный выбор этого человека никого другого и тогда можно вот на следующем уроке мы будем говорить про то как себя простить и что это обязательно нужно на прошлое но в данный момент мы находимся мы свободны понимаете сейчас вопрос как отсюда выплывать это следующий вопрос но поймите осознайте это не ислам то что там говорится мактуб написано и все написано и все у нас есть выбор понимаете не буддизм то что там какая-то карма за кем-то там гонится мы можем сделать чугу да из-за этого мы свободны все в наших руках конечно конечно же надо выбирать и надо противостоять этому злому началу и вот этой вот животной души которая постоянно работает там чтобы качать наши мышцы желания но в принципе если мы поймем что наш внутренний мир он принадлежит нам и это факт понимаете он не принадлежит другим людям он принадлежит нам и вопрос кого мы туда пускаем это наше желание наша воля какие импульсы туда заходят какая формация туда заходит какие чувства там находятся это в наших руках из-за этого я хочу еще раз сказать то что то что люди иногда думают то что у них связанные руки они находятся как жертвы в своем положении это это не право часто нужно какое-то время чтобы улучшить ситуацию но всегда у нас есть такая аксиома что Всевышний дает только те испытания которые человек может пройти именно для того чтобы накачать свою вот эту вот мышцу свободы выбора из-за этого если мы уберем вот те вот мысли что которые говорят то что что то заграждает нас перед каким-то там успехом мы будем более свободны и нету ситуации в которой мы находимся есть желание в котором мы находимся желание это кетер это корона на высшем ситуации идем дальше как на это по-другому можно посмотреть это не то что есть какие-то там ситуации сложные или как-то какой-то человек нехорошо себя ведет это ситуация которая дается для нашего выбора мы можем выбирать свое окружение мы можем выбирать как мы относимся к ситуации и все это для того чтобы нас прокачать как-то прокачать нашу душу сделать нас сильнее и в разных ситуациях стараться выбирать хорошее хорошее это не всегда милосердие иногда это наоборот граница какая-то но у нас есть внутренний выбор выбирать а также из-за того что у нас есть выбор мыслях у нас есть также и выбор конечно же в действиях когда мы начинаем ощущать эту тенденцию мы начинаем чувствовать что каждая ситуация которая все вышли нас посылает что у нас и сейчас есть выбор сделать хорошее выбрать хорошее послать какой-то позитивный импульс и тогда у нас начинает внутри нас развиваться совершенно другое поток то есть от потока мне делают так мне делают это мне делают вот тот 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 у нас начинается совершенно другое отношение к ситуации то что все вышли нам посылают какие-то иногда испытания иногда челленджи иногда каждый день чтобы проверить нашу веру чтобы нас развить в том чувстве свободы в котором мы находимся потому что мы можем выбрать и так и по-другому мы можем выбрать злиться мы можем выбрать внутри становиться спокойными и мы относимся к этому как к еще одному такому доверию от всевышнего который нам доверяет нас хочет как-то чему-то сегодня тоже научить и конечно же после этого за чего я говорю то что это берет какое-то время что иногда человек ну вот находит себя в какой-то ситуации еще раз я говорю Раби Нахман говорит о том что Всевышний Давид Амелов говорит о том что Всевышний находится и наверху и внизу он находится везде и иногда работа человека надо знать что он делает когда поднимается что делает когда спускается вот та вот история что нам всегда надо быть там сильными и так далее нам надо стараться да нам надо стараться надо молиться но работа происходит всегда да и вот именно как бы и на подъеме и на спуске там есть свободный выбор свободный выбор как выбирать да сделаем ли мы правильный поступок или не сделаем если мы не знаем какой правильный поступок можем посоветоваться с каким-то мудрым человеком который нас направит потому что иногда мы правда не видим иногда правда не видим иногда нужно просто и это тоже недоступно Тогда нужно помолиться, и надо понять то, что все от Всевышнего, и включить хорошее настроение, да. И тогда надо, понимаете, тогда что происходит? Происходит такое колесо, да. Человек получает, как говорится, меда, кенегед меда. Если он много раз выбирает хорошее, хорошее начинает к нему возвращаться. И это как-то вот ставит его жизнь в правильное русло. Вот, следующая история, тоже очень сложная. Мы себе любим говорить, что есть какое-то... Есть, я не знаю, как это даже назвать. Ну вот есть вот такой фейт, да, такой гораль, так вот предписано, и вот так вот должно продолжаться. Да, вот есть люди, которые себе так придумывают. Но по иудаизму такой вещи нет. Всегда можно изменить ситуацию, всегда. Говорится даже, если вы прочитаете писание пророков, там, говорят, есть несколько случаев, в море много случаев есть, когда говорят человеку все. Там пророк приходит к королю и говорит, все, ты должен умереть. Он говорит, нет, вообще уйди отсюда. Как это так? Пророк начинает молиться, пророк ему говорит, тебе добавили 15 лет жизни. Понимаете, то есть со стороны истины иногда есть одна ситуация, но как бы молитва ее перевращает в другую совершенную ситуацию. Из-за этого у нас всегда есть выбор, всегда есть возможность поменять ситуацию. И это говорит не только иудаизм, если вы посмотрите, ну, совершенно разные книжки. И разные книжки из коучинга, конечно же. И, ну, могу несколько назвать. И Стивен Коувик, конечно же, который говорит про приобретение хороших привычек. Ну, и разные еще книги. Если мы их, эти книги, как бы соединяем с тем, что есть Всевышний, тогда ими можно, конечно же, пользоваться. Потому что мудрость в народах мира надо верить. То есть соединять с ними, с этой мудростью веру. Что мы говорим? То, что нету определенного какого-то состояния, которое человек придумывает. То, что вот сейчас находится, ничего не может поменяться. Это все неправда. Человек, он может выбирать. Человек, он не жертва какой-то семейных каких-то обстоятельств. Он не жертва тому смыслу, который он дает своим мыслям. То есть он не жертва той истории, которую он сам себе рассказывает. Потому что ты сам придумываешь эту историю. Ты сам даешь смысл тем событиям, которые с тобой произошли. Конечно же, это относится и к мужчинам, и к женщинам. И, конечно же, мы не жертвы той ситуации, в которой мы находимся. Потому что всегда ситуация может измениться с помощью молитвы, с помощью наших действий, с помощью наших отношений. То есть как мы относимся к этой ситуации, как мы ее пытаемся разрешить. То есть ситуация — это данность. Она дается от Всевышнего, но потом там проявляются наши качества. И, конечно же, нужно учиться. Видите, Шламу Амеллах главный умнейший человек. Он попросил мудрости, из-за этого он получил все, богатство и так далее. Кроме этого, конечно же, надо верить, что все, что с нами произошло, иногда это очень тяжело, произошло с божественным провидением. И для нашего блага. Иногда это очень-очень тяжело. Это осмыслить, это принять. Потому что каждый из нас может сказать и вот это, и, как видно, и вот это тоже. Потому что есть разные уровни понимания. Уровни понимания души, действий, уровни понимания со стороны вечности. Но нам надо знать то, что это все со стороны каждого человека. Это лучшую его сторону. Не про вот того, а каждый человек должен посмотреть со своей стороны на эту ситуацию. Понимать то, что есть божественное провидение. И больше, конечно, надо постараться внедрить веру. И постараться больше внедрить веру. Потому что, когда мы даем вот это вот объяснение каким-то ситуациям, оно не всегда верно. Это наш выбор. Ну, подытожим, что у нас было сегодня. Очень много насыщенная история. Это материал, который, во-первых, много вопросов, как мы постараемся. Может быть, напишите вопросы в телеграм-канале. Тогда мы постараемся их разобрать. Но мы говорим про факты. Факт, что человек свободен. Он свободен ощущать, как он... Хорошие ощущения. Даже в самых странных ситуациях. Он свободен решать и думать, напоминать смыслом, как он решает ситуацию. Как функция этого он свободен действовать в ситуации. И это иногда тяжело. Потому что нам иногда легче выбрать роль жертвы, а не взять ответственность. Потому что ответственность взять всегда тяжелее. И если мы даже до сегодня это не знали, то сегодня мы можем начать изменять все в лучшую сторону. То есть, брать ответственность. Продолжать делать ошибки. Говорить извините, всевышние люди, за эти ошибки. И продолжать действовать. Потому что только так, с помощью каких-то... Много попыток, с каких-то челленджей, и каких-то тяжелых ситуаций, и прекрасных ситуаций. Вот это вот называется жизнь, которую мы выбираем. Когда мы выбираем роль жертвы, мы не выбираем жизнь. А нам Торо сказал, что надо выбирать, конечно же, жизнь. Всего самого наилучшего. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok